Всем доброе утро, друзья. Приехал я на барахолку. Сейчас уже весна, у меня аж глаза разбегаются, куда ехать. Сегодня я, честно говоря, собирался поехать вообще в другое место, но обстоятельства так сложились, что по личным причинам я поехал. Приехал опять в центр, потом здесь еще будет одна барахолка в городе Штутгарт. И я, может быть, туда еще смотаюсь. Так что как-то вот так вот. Надеюсь, сегодня здесь хорошая погода, будет много интересных вещей. Очень на это надеюсь. Кстати, мне там многие писали насчет того, что там налоги, там ко мне придет налоговая. Так вот, я всем как бы говорю, что у меня есть обычная работа, которую я с понедельника по пятницу сижу, грубо говоря, в офисе протирая штаны. И моя деятельность, то есть мое хобби, которое я делаю по выходным, она тоже облагается налогами. То есть я все делаю официально, оформлю я как частный предприниматель и плачу все налоги, как говорится. Но вот как-то так. Так что я работаю полностью на свету. А теперь пойдемте искать сокровища. Поехали. Смотрите, целый чемодан открывашек различных на любую вкусу. Открывашки. Кто-то, наверное, коллекционировал их. Такую вот нашел интересную. Немножко отколота, правда. Смотрите, сделано как будто фальшевые деньги. Фальшевые деньги. Я вообще не ages верю. Брат, bam. Заднались все стоя. А-кашевые деньги. ей м结то, она литeraет с dryingюта. Поехали. Фальшевые деньги. Трансиä. Второе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Всего 19900 тарелок таких было выпущено и стоит от фирмы Villeroyen Bosch. Продолжение следует... 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 и вот я вместе с этим знаком заплатил за обе вещи 10 евро вот только один такой фрачник mercedes стоит в интернете около 30 евро с камнем вот я заплатил за эти две вещи 10 это был не последний фрачник я купил еще сегодня один фрачник вот такой вот мне попался за 1 евро реально очень старый 1908 год это скорее всего какой-то футбольный клуб видите берлин он реально старый я думаю что он не дешевый но минимум стоит 20 евро как минимум тут какие-то клейма стоят и скорее всего он был сделан в девяносто восьмом году или это что это ну реально вот судя по эмалям он очень старый знак там кстати еще один был знак довольно редкий но он был вообще в убитом состоянии это было авто юнион назывался где-то стоит ранее 30 40 евро но он был убит я и слова покупать хотя можно было за 1 евро но не стал еще и сегодня купил одну медаль это медаль по второй мировой войне английская медаль за компанию в африке в общем не знаю она оригинальная или нет ну судя по вот по рибону этому мне кажется она все оригинальная вот и по состоянию ну тянет тянет на на оригинальную медаль небольшая такая 4 евро я же не заплатил давайте перейдем еще сегодня купил немного техники опять купил такой вот телефон sony ericsson почему купил потому что вот такая вот форма раскладная сразу мне вспоминался фильм матрица там правда была помноки если не ошибаюсь вот такой модели там они тоже с такими телефонами ходили но я бросил тоже мне он бросился в глаза я его купил и купил я вместе его с фотоаппаратом пленочным очередным эти фотоаппараты очень хорошо пленочные уходят у меня вот этот раз мне достался фотоаппарат canon да вот такая вот модель супер 90 white прямо вот вот такой какой-то кстати видите он даже рабочий тут там скорее всего батарейки даже есть даже я не ну я как-то увидел я его достал он типа калин все надо брать и за это все просили вот вместе с этим телефоном я купил это у одного молодого парня он продавал это видно свои старые вещи и вот он за это все запросил 5 евро вернее 6 я сказал за 5 отдашь он где-то бери в общем за 5 евро я забрал телефон и фотоаппарат еще сегодня мне достался такой вот перочиный ножик очень прикольно я считаю за 3 евро 50 центов в чехольчики во первых прикольная такая видите эмблема я сначала думал что это мерседес какой-то там лишь это ну вернее не мерседеса не помню не помню какая в общем не бросил глаза эмблема в общем он видно новый или практически не пользованный и есть тут на клинке тоже клейма производителя довольно интересные видите джермании такой вот кит нарисован что это за марка я не знаю внутри 50 за такой нож я считаю это прикольно да ну красивый ножик вот так что еще я сегодня взял я уже немножко запутался тут видите конечно монетному помара монета я расскажу в конце еще я сегодня купил две зажигалки 1 это зажигалка от фирмы и белла монополь я этих зажигалок фирмы и был уже продал несколько штук и они реально класс то есть они уходят они ну как бы это винтажная так понимаю реально винтажная то есть как бы не до военная рабочая судя по всему вот и как я сказал фирма это и было довольно довольно ценится и как бы зажигалки просто улетают этой фирмы у меня только на этой неделе купили одну зажигалку от фирмы и было и вот я опять попал причем это это такая необычная с клеймом но с узором с гербом города берлина вот 5 евро я за нее заплатил плюс я купил еще одну зажигалку другого продавца это японская фирма джерика тоже у меня была как от фирмы джерика зажигалка это же очень хорошо она продалась это я заплатил 8 евро но тоже она красивая и она ну тоже раку она рабочая я там проверял немножко так она туго ходит сейчас куда-то нажимать надо секунду не буду сейчас позориться перед вами но там она у меня а вот видите в общем она просто не заправлена и в состоянии когда что очень хорошая так но еще попались мне очередные запонки запонки прикольные только потому что они позолочения и они конечно же серебряные 800 проба серебра да вот 800 к сейчас я вам покажу прямо в таком коробочке они продали за 3 евро то есть дешевле не уступили сейчас как бы драгметалла дорожает до золото это вообще просто в космос уходит но и серебро потихоньку потихоньку начинает тоже прости конечно не так сильно как золото сейчас серебро стоит уже 26 лишним евро за за унцию то есть по 84 цента за грамм давайте взвесим сколько там сколько здесь вот я думаю пару грамм есть здесь вот видите сейчас от весы положу я на весы ну как вы видите вот 690 ровно то есть ну то есть по весу просто по весу серебра то есть если я вот просто по металлу буду продавать это уже дороже чем я их купил то есть ну как чисто как металла я буду конечно продавать как изделие сами сможете судить еще купил еще один такой ножичек прикольный вот видите прикольный тем что во первых он такой типа цепляется и клейма тоже мне показались интересными сделан он был видите клеймо сейчас я приближу вот такой вот империал сша да такой вот ну типа не ножика как такая вот вещь элегантная за евро просили я даже не торговался молча евро отдал и пошел и еще купил сегодня вот такой вот винтажный подсигар он пластмассовый атомик фирма сразу бросился мне в глаза вот прикольно открывается вот так давишь и он так сразу крышка откидывается он это понимаю новый прикольный вообще ну два евро тоже без торга забрал и вместе с этим подсигаром купил вот такую вот баночку не знаю как ностальгия совет спутник приятных развлечений понимаясь какие-то скорее всего было какие-то конфетки монпансье для туристов может быть то есть так открывается как-то не знаю не буду сейчас ее перед вами ломать но там мне она как-то открылась я посмотрел за евро я и купил месяц под сигаром еще мне попался вот такой вот необычная стилус скорее всего это вот даже не ручка это вот именно и пишут что-то эту как видите здесь такое острие это как скорее всего для чего-то размечать не знаю такая вот вообще новая вещь тоже 3 евро отдали просили 3 евро не уступили ни копейки женщина была вот но я сначала не купил вот эту вещь я вам сейчас я покажу вот такая вот солонка с солью даже но я ее взял и мне сразу бросилось в глаза что здесь написано что здесь написано стерлинг да то есть сама крышка серебряная но я конечно же соль вымою всю крышку эту помою в растворе то есть приведу в более-менее товарный вид и вот она сказала вот за эту вещь я хочу 3 евро не знаю знала на что она серебряная или не знала я без понятия ну вот я сказал хорошо 3 евро и потом она вытащила еще вот этот вот стилус и я его завтра купил потом также я сегодня шел купил очередную такую винтажную рамку из латуни за 1 евро мне бабушка продала просила 1 евро ну хорошо раз 1 евро то я у вас ее возьму вот и купил такой вот значок porsche очень красивые с эмалями 92 год мотоспорт 5 евро дешевле не отдали там был вот такой вот значок в оригинальной коробочке я посмотрел в интернете такой стоит под полтинник ну мне он чисто понравился именно по своим эмалям очень красиво сделал я даже не знаю его не вытаскиваю не знаю он серебряный или нет он там так хитро прикручен я не стал там ничего выламывать то есть ну и не стал грубо говоря показывать свой интерес смотреть из какого металла он сделан давайте сейчас может быть посмотрим но я сомневаюсь что это серебро открутиться нас на скорую сейчас я откручу и вернусь к вам нет знак не серебряный да но тем не менее от этого не перестает быть красивым и как я уже сказал в интернете такой стоит в районе полтинника ну вот как то так ну что ж давайте посмотрим дальше это я положу на место еще сегодня купил две пары часов японских один из них это касио как видите видите они идут с батарейкой эта модель стоит примерно там 40 50 евро в интернете я их купил за 6 у женщины там случайно увидел в коробке там под под вещами лежала вот такие часы и потом уже у другого человека купил сейку сешен да то есть это часы подороже то есть они в пробных есть 100 евро в интернете но я не знаю работает или нет потому что ну тут немножко еще вот царапин на стекле он сказал я не знаю то есть я их не проверял нужно батарейку вставлять но продать купил я их за 4 евро поэтому я считаю это нормальная покупка вот потом когда я уже уходил с одной из барахолок там мне был знакомый продавец и он говорит вот у меня есть цепь или не цепочка а браслет вот он перед вами серебряный да сейчас я вам покажу вот проба серебра он говорит вот хочешь у меня новый я по и появился красивый год возьми я знаю ты такие вещи покупаешь вот я сказал а сколько весит ну грамм 15 я говорю почем 35 евро я вернула даю 25 мне 25 не мало в общем он договорились на 30 евро то есть я купил браслет за 30 евро он принципе красивый видит с воронением узора довольно искусная работа и дома я уже пришел я его взвесил сейчас вам покажу результат вот я кладу на весы и результат перед вами весы весит браслет весит почти сорок четыре с половиной грамма серебра но я купил за 30 я купил фактически дешевле цены металла плюс учитывая что такое искусная работа то ну я вообще то это подарок я считаю это повезло повезло сегодня вот такой браслет я купил вот в принципе видите я уже говорю говорю уже сам устал но это еще не все еще этому одной женщины увидел пакет с камнями минералами всякими я вот там не бросилась глаза я не буду все вытаспать но это гентарь да вот видите вот такой вот он не обработанный еще есть сколько он стоит я не знаю да то есть стоит кто знает пишите хорошая покупка не хорошая покупка то есть вот я купил за все эти камешки я заплатил 13 евро тут еще надо наверно его на взвешивать на вес проверять не зная ну давайте сейчас взвесим сколько здесь граммов янтаря не знаю кто знает кто знает сколько стоит ну сколько стоит час янтарь пишите я сейчас вот положу один камень весит 20 граммов да потом еще два маленьких весят 13 с половиной то есть уже 33 вот еще 22 это уже 55 граммов но и последний камень 26 то есть почти 80 граммов янтаря не обработанного дорого или или дешево это нет я не знаю просто купил ну потому что янтарь увидел думаю ну как то вот решил стать своему чутью поддаться и приобрел янтарь ну а теперь давайте перейдем к монетам да то есть я помню вам все показал если я не ошибаюсь все рассказал и уже когда я в обед приехал на барахолку я увидел просто сидела женщина сначала и у нее я увидел вот такой вот каталог продавался это швейцарские монеты мне сразу бросился глаза а потом уже я увидел что у нее там лежала куча медали и мне сразу бросилась глаза вот это вот медаль тяжелая бронза очень красиво сделано 52 год какой-то это наверно или путешественник или инженер не знаю фернандо дэли 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 сэр дэли сэпс даже не смотрел кто это в интернете я говорю почем она горит ну вот каталог она сказала 5 евро и медаль 8 в общем я и отдал 11 евро мы с ней сговорились на 11 евро вот купил я одну каталог он вообще как бы редкий в принципе и только один каталог стоит уже около тридцатника ну я просто купил потому что ну немножко хочу поинтересоваться швейцарскими монетами как вы видите вот здесь от 15 века до до настоящего времени вот каталог таких вот монет попался и эта медаль стоит это время полтинника я посмотрел проходы в интернете вот и потом як опять вернулся там уже был уже был с этой девушкой сидел парень он достал просто монеты я так понимаю это был его отец кто собирал швейцарские монеты я у него купил 4 вернее 3 монеты и две медали там еще было больше монет но у меня просто уже как там в основном было к это средневековая там то ли швейцария то ли германия мне не очень не разбирался и состояние было не фонтана я бы вот самое интересное назад вещи первая вещь это вот такая вот медаль 1895 года серебро это англия второе место видите второе место какое-то регата по-моему это англия да вот такая английская медаль серебряная потом я увидел вот такие вот вот такую вот монету это 50 это вильгель маранский до 50 50 далдоров 1884 года монета штемпельная и к своему я не знал что это за это просто мне состояние и привлекло с такой патинкой небольшой и я решил ее взять и уже дома я посмотрел в интернете единственно что я нашел что есть такая монета что она из серебра но тираж я не нашел и также не нашел проходы в интернете то есть без понятия что ну насколько она стоит просто вот пока буду буду выяснять вот потом я увидел вот эту монету сразу мне бросилось глаза это наполеон да вернее который на который бонапарт год 1812 год один франк я так понимаю деми франц наверное один франк все-таки хотя может и полфранка не знаю и вот монета в таком состоянии даже в таком состоянии стоит уже от 100 евро то есть наполеон это ну реально то сильно серебряным это наполеона они реально очень дорогие даже в таком состоянии она стоит денег где-то ну блин я ее не знаю 100 евро конечно за нее дороговато будет но евро 50-60 точно будет стоять на аукционе то есть на монета нечасто я посмотрел на ему и шопе там вот 120 евро такие ну 100 120 евро в таком состоянии монеты продаются также мне попалась у него же у того же продавца я увидел просто в отличном состоянии 4 чинтисима уругвай 1869 год тоже состоянии очень хорошие такие монеты где-то стоит 40 50 евро я думаю даже и дороже по состоянию и последнее это была медаль французская с какой-то здесь хозяйственной выставки да как вы видите вот агро калчо я нашел в интернете такая медаль стоит 250 евро я считаю что просто человек наверное его отец или тут умер родственник и он просто не знает что такое широко нумизматика он под записано продавал монеты ну я спросил если у него еще другие осла что вот только эти ну вот я приобрел в общем за эти пять предметов то есть две три монеты и не две медали я я заплатил 50 евро как-то так вот в принципе я думаю я вам все показал все рассказал все это продается если кому что интересно то пишите я прикреплю своего отца под видео пишите ваши комментарии если кто знает по янтарю что там еще по всяким знакам в принципе кто что знает пишите я буду рад любому комментарию а так всем спасибо за внимание я желаю всем удачи здоровья и до новых встреч всем пока